Солнце источник жизни Солнце летит нам богатые урожаи, наливает соком чудесные клады, дает человеку пищу, одежду, жилища. Солнце центральное тело нашей солнечной системы. Оно находится от нас на расстоянии 150 миллионов километров. Солнце огромный раскаленный газовый шар. Его диаметр в 109 раз превосходит диаметр 8. В основном Солнце состоит из водорода и селия. Остальные элементы составляют 7%. Видимая поверхность Солнца называется фотосферой. Ее температура 6000 градусов. В недрах Солнца благодаря высокому давлению температура достигает 27 миллионов градусов. Такая высокая температура, вытерные реакции, чего Солнце изучает огромное количество объемов. Сведения о Солнце астрономия получает самыми разнообразными методами исследований. Очень много данных полны с помощью специальных солнечных телескопов. Перед вами крупнейший в Европе солнечный телескоп Пулковской обсерватории, созданный советским конструктором Пономаревым. Изображение Солнца направляется в носу телескопа с помощью системы зеркал. На экране вы видите изображение Солнца с пятнами. Диаметр многих солнечных пятен превышает диаметр Земли. Это виски раскаленного газа, движущий температура пятен ниже температуры фотосферы примерно на тысячу градусов. Изменение вида пятен свидетельствует о больших скоростях движения вещества в диаметре. Количество пятен на Солнце периодически смеется. Особенно много пятен бывает в годы максимума в солнечной веке. В среднем максимум повторяется и в каждые один лет. В разные дни, но и тоже сольный петах, стол в вращении Солнца вокруг осени. Сольные области Солнца вращаются быстрее, чем полярные. Вперед вращения промежуточных областей составляет около 20 минут. С приближением максимума солнечной деятельности на Солнце происходят гигантские вспышки. Это говорит об очень бурных атомных процессах, происходящих в недрах Солнца. Кроме света и тепла, Солнце излучает радиоволны, ультрафиолетовые лучи, выбрасывая мельчайшие частицы материи, называемые корпускулами. Во время вспышек или взрывов ультрафиолетовые излучения и корпускулярные потоки резко увеличиваются. Спустя примерно 2 суток после вспышки корпуская выстреляет землю. Слышает надежность. Полярсияние. Ультрафиолетовые излучения, свет, нарушая аси. В зале переграфа заберелись аварийные лампочки-сигналы, что в инвизионной мазбуде переграфов. В эти же годы максимум в солнечной деятельности, особенно интенсивными участками, становятся протоберанты. Колоссальное извержение раскаленного газа. Высота протоберантов иногда достигает почти миллиона километров, то есть больше радиуса Солнца. Внешние области Солнца есть фотосфера из поверхности границы. Солнечная атмосфера состоит из трех слоев. Слои прилегающие к форту. Далее расположена хромосфера, в которой возникают вспышки и протоберанты. Самая внешняя область солнечной атмосферы называется солнечной короной. Ее лучи иногда протираются на 5-6 диаметров Солнца. Солнечная корона видна во время полных солнечных засмений, когда Луна закрывает собой диск Солнца. В обычное время корона не видна, так как сравнительно слабый ее свет теряется на ярком фоне дневного неба. Солнце — неиспекаемый источник энергии. На каждый квадратный километр земной поверхности Солнце посылает поток энергии мощностью около 500 тысяч лаватт. Ученые разрабатывают различные способы непосредственного использования энергии солнечных лучей. Посмотрите принцип действия солнечной энергетической установки. Лучи Солнца, отраженные вогнутым зеркалом, собираются в его фокусе. Даже небольшое зеркало может собрать достаточно солнечной энергии, чтобы кипятить воду. Стационарный кипятильник предназначен для общественного пользования. Его зеркало имеет площадь 12 квадратных метров. Нагреваемая в котле вода поступает в верхний резервуар. Откуда сливается в нижний утепленный раздаточный бак. Производительность кипятильника свыше 400 литров кипятка в день. Эта солнечная установка предназначена для получения пара. Солнечные лучи собираются в фокусе зеркала и нагревает резервуар с водой, которая превращается в пар. Коэффициент полезного действия такой установки около 60%. Пар имеет широкое применение. В частности, он может приводить в действие аммиачную холодильную установку. Она вырабатывает около 250 килограммов льда в день. Это небольшая солнечная кухня. Здесь можно приготовить завтрак. Энергию солнечных лучей можно использовать в тепловых ящиках, например, для сушки фруктов. Зачерненный металлический бис, расположенный на дне ящика, поглощает энергию солнечных лучей и нагревает воздух внутри ящика. Сушка фруктов в тепловом ящике в несколько раз производительные сушки на открытом воздухе. Солнечными лучами производят сварку металла. В фокусе отражателя температура достигает 4000 градусов. Практическое использование солнечной энергии только начинается. В нашей стране, в районе Араратской долины, строится гигантская солнечная электростанция, которая будет вырабатывать электроэнергию за счет солнечных лучей. Изучение Солнца в астрономических обсерваториях помогает использовать его энергию в народном хагазе. Непосредственно использование энергии солнечных лучей имеет большое будущее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...